Жилин и Костылин живут в плену месяц. Кормят их плохо, но разрешают днём немного ходить по аулу. Жилин, большой рукодельник, начинает делать из глины детских кукол. Несколько кукол он отдаёт Дине. Она играет с ним и в благодарность начинает тайком приносить иногда Жилину молоко вместо воды, хорошие сырные лепёшки, а раз – даже кусок баранины. Не все жители аула относятся к русским пленникам сносно. Многие глядят на них зло, ругают их. Особенно враждебен к ним один старик – ревностный мусульманин, ходивший на хадж в Мекку и убивший одного из собственных сыновей за переход к русским. Продолжение следует...